19 сентября это рубеж, это вот битва под Москвой, битва за Москву в 41-м, это Сталинградская битва, это то состояние, когда есть две вещи, либо кормиться будет вот этот олигархат с чиновниками, начиная с президента, выдаивая последние копейки у народа, либо народ возьмет власть посредством передачи полномочий депутатам коммунистам, Компартии Российской Федерации, для того, чтобы не позволить себя грабить, вот этот рубеж, мы ее чувствуем кожей, просто кожей чувствуем, вы правильно сказали, ведь Россия, Единая Россия вместе с президентом Путиным и его командой, они прекрасно понимают, что после тех законов, которые они принимали в Госдуме, после этого бешеного принтера антисоциальных, антигуманных и законов, запрещающих свободу слова, свободу совести, они авторитет теряют, и президент теряет авторитет, и Единая Россия теряет свой авторитет, а кресло-то большинство в Госдуме депутатов от Единой России хочется, и мы прекрасно поняли, что они пошли на этот шаг менять законодательство, кстати, вы знаете, Дмитрий, что у нас ни одна Государственная Дума, вот будет восьмой созыв, не выбирались по одному и тому же закону, каждый раз они меняли законы, учитывая, что ситуация политическая менялась, а надо большинство, они меняли законодательство, которое позволяло им фальсифицировать результаты голосования, и лучше втихую, вот и сейчас они это сделали, значит, мы, конечно, обсуждали, как же быть, когда вот это трехдневное пеньковое голосование, сейчас я не называю пеньковое, но трехдневное, и две ночи фальсификации, они реальны, в пятницу народ пришел, проголосовал за Компартию Российской Федерации, а впереди ночь, избирательная комиссия, так сказать, ушла домой, наблюдателей нет, видеокамер нет, ключ у председателя избирательной комиссии, пожалуйста, они что угодно там сделают эту ночь, суббота на воскресенье тоже, это же будут делать, значит, мы обращаемся к народу через встречи, через социальные сети, вот здесь на передаче, я сейчас просто обращаюсь, приходите только 19 сентября, давайте обнулим, вот они обнулили у нас сроки президентского управления, это царствование на кресле, да, Путина, давайте обнулим эти воровские законы и не дадим возможность фальсификации, 19 сентября, только 19 сентября, не в пятницу, не в субботу, а только в воскресенье, приходите, у нас будут наблюдатели, мы об этом... Все-таки, на ваш взгляд, какие законопроекты, да, в первую очередь, наиболее важные, нужно продвигать и, ну, те законопроекты, которые, в первую очередь, улучшат жизнь россиян? Если мы получим, точнее, нет, когда мы получим большинство в Государственной Думе Российской Федерации, если народ России окажет нам доверие, это 19 сентября, я хочу сказать, что законопроекты, они готовы, то есть не то, что мы их начнем разрабатывать, значит, первый законопроект об отмене грабительской пенсионной реформы, который из каждого кармана, из моего в том числе, вынесло примерно миллион рублей, но это то, что недоплатили нам за более позднего выхода на пенсию. Все, до конца года этой реформы не будет, а те люди, которые из-за этой реформы вышли, позже они получат компенсацию. Пенсии, зарплаты минимальные, это второй законопроект, не должны быть менее 25 тысяч рублей. Ну, вчера в селе праздник идет в районе, я говорю, что празднуйте, день района, я говорю, пенсии какая средняя, 10 тысяч, я говорю, повод для праздника, что? Вот это все, а моя родная, Рязанская, там 7400 люди получают, ну, как на этом можно жить? 25, не меньше. Дальше, чтобы люди не ошибались, и вам, и мне, и в других возможных депутатах, мы снова введем то, что было в Советском Союзе, отзыв депутата. То есть, проработал половину срока полномочий, не нравится людям, не выполняет свои обещания, собираем подписи, проводим досрочный выбор, чтобы они вообще знали и помнили о том, что они избраны туда не карманы свои набивать, а служить интересам народа. Дальше, зарплата депутата Государственной Думы, не должна быть более трех средних зарплат по стране, то есть не 450 тысяч, как сейчас, а 150. Депутаты Законодательных Собраний регионов, включая Алтайский край, должны получать все среднюю зарплату по своей области. Растет у тебя средняя зарплата? Пожалуйста, пусть и твоя растет. Падает? Ну, извини. И ты тоже вообще должен это чувствовать, извините, на своей шкуре. Срок президентских полномочий 4 плюс 4, 8 лет. Судьи должны быть выбранные, как в советское время и как это сейчас в Америке происходит, потому что не могут люди добиться правды нигде. Куда вот они не пишут, приходят отписки. Вот я вам только перечислил конкретику. И вы спросите себя и уважаемые жители Славгорода, а какая еще партия, что-то конкретное предлагает. Ну, чтобы потом можно было узнать, вот там, позвать. За что спросите, да? Да. А то Единая Россия, мы рядом. Это что, предвыборное обещание, что ли? В ЛДПР просто ЛДПР. Ну, только у Ивана Левашова здесь висит баннер, отменим пенсионную реформу. Если она будет избрана, я надеюсь, откажет ей доверие, позвать ее сюда на отчет и сказать, где.